На повестке дня 35 вопросов. По традиции заседание открывает первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства. Сергей Балыкин рассказывает об особенностях использования грантов в рамках программы «Агростартап», а также субсидий на развитие молочного мясного скотоводства. Министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин говорит о запуске новой программы по переселению из аварийного жилья. В России она заработает лишь со следующего года, в нашем регионе уже в этом. Ее войдут многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по конец 2022 года. Вся программа составила у нас 203 многоквартирных домов, 75 тысяч квадратных метров, 4 и 2 тысячи жителей Оренбургской области. Общий объем финансирования предварительно 6 миллиардов рублей. Первый этап программы рассчитан на 2024-2025 годы. За это время расселит 30 аварийных домов в 11 муниципалитетах региона. Губернатор интересуется, как обстоят дела с новым транспортом, который продолжает поступать к территории. В одних муниципалитетах новые единицы уже вышли на линии, как, например, в Бугаруслане и Абдулинском городском округе. В Гайском, Кувандыкском городских округах, Новосергиевском и Первомайском районах находятся на регистрации в ГИБДД и тоже уже совсем скоро приступят к работе. По видеосвязи сегодня вице-губернатор Игнат Петухов. Он находится в командировке. Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей докладывает об экономических показателях производств области, достичь которой удалось в прошлом году, работая при этом в условиях жестких санкций. В 2023 году в Оренбургские предприятия в сложенные инвестиции порядка 300 миллиардов рублей. Рекордный показатель. В прошлом году такую психологическую отметку в полтора триллиона рублей перешагнули по объему отгруженной продукции. За это, конечно, огромное спасибо и предприятиям, и коллективам предприятий. В это непростое время санкционного давления предприятия работают на полную, наращивают объемы, увеличивают свое производство. В этом году вызовов не меньше, отмечает Игнат Петухов. Производством предприятиям приходится работать в условиях повышенной ключевой банковской ставки и острого дефицита кадров. Тем не менее, в результатах, которые будут достигнуты нашими промышленниками, в правительстве не сомневаются. Наталья Мороз, Виктор Гошенев, Новости дня.